Всем привет! С вами Мария и, конечно же, Mary's English. Мне часто звонят и пишут по поводу занятий английским языком. И после этого мне частенько представляется такой диалог. Слушай, Ань, я тут хочу курс ядерной физики пройти, прикинь, всего полгода. Да ладно тебе! Вот тут английский предлагают выучить всего за месяц. Вот это самое оно! Если обобщить, то запросы, как правило, звучат примерно так. Я тут через три месяца уезжаю в Америку, ну и, в общем, мне нужно срочно выучить английский. А сколько я буду заниматься? Ну, полчаса в неделю. Да, полчаса. Я, конечно, утрирую, но создается такое впечатление, будто у человека есть всего два состояния. Состояние первое это не знал английский, не знал, не знал, а потом раз и выучил. Давайте все же поговорим о том, как быстро выучить английский язык. Для этого нам нужно разобраться в следующем. Первое. Что такое уровень английского языка? Второе. Какие существуют уровни и как правильно ставить языковые цели? Третье. Сколько времени занимает один уровень? И четвертое. Как быстро пройти один уровень? Вернее, как ускорить прохождение уровня? Итак, что такое уровень английского языка? Это набор определенных знаний и навыков. Очень похоже на компьютерную игру. Набрал необходимые знания и навыки? Пожалуйста, переходи на следующий уровень. На самом деле существуют очень четкие требования относительно того, что должен знать и уметь человек на определенном уровне языка. И все эти требования есть в свободном доступе, в интернете их легко загуглить. Какие существуют уровни английского? Если мы говорим о международных стандартах, то шкала уровней выглядит примерно так. После C1 идет еще уровень – C2 – идеальное владение языком. Кстати, многие носители языка провалили бы тест на уровень C2. Это уже доказано на практике. Перед тем, как начинать учебу, важно правильно и четко поставить перед собой цели. Не просто «я хочу выучить английский», а «я хочу поднять свой английский на один уровень, на два уровня». Сколько времени занимает один уровень? Возьмем для примера один из моих любимых учебников – English File. На сайте издательства Oxford University Press очень четко сказано, что один уровень занимает от 80 до 120 часов. Мы возьмем по минимуму 80, и мы рассмотрим две ситуации. Случай один – это ученик, который занимается три раза в неделю по часу. Получается примерно 27 недель. Примем во внимание, что ученик время от времени уезжает в отпуск или пропускает занятия по личным причинам. Прибавим еще неделю-полторы. Допустим, 28 недель. Google говорит, что в году 52 недели. Значит, один уровень занимает примерно полгода плюс еще две недели. И это быстрый вариант. Случай два. Возьмем ученика, который занимается один раз в неделю один час. 80 часов, соответственно, получается 80 недель. Это один год и семь месяцев. Даже если принять во внимание, что ученик очень много делает дополнительно и занимается самостоятельно, помимо уроков, часть занятий выпадет из-за того, что он заболеет или уедет в отпуск. И, грубо говоря, у нас в любом случае получается в три раза, в три раза больше, чем если бы мы занимались трижды в неделю. Не забывайте, что данные подсчеты мы производили по минимуму. А что если ученику потребуется не 80, а все 120 часов? Ведь каждый человек индивидуален, и подход, время, метод обучения английскому языку могут отличаться в зависимости от способности ученика. Мне кажется, что вывод здесь очевиден. И мы подошли к нашему главному вопросу. Как быстро выучить английский язык? Вернее, будет спросить, как ускорить прохождение уровня? Мой ответ однозначен. Нужно увеличить количество времени, количество занятий в неделю. Невозможно быстро пройти уровень, не уделяя этому достаточное количество часов. Снова приведу пример из компьютерных игр. Возьмем двух совершенно одинаковых игроков. Один из них будет играть час в неделю, а второй будет играть три часа в неделю. Как вы думаете, кто из них быстрее пройдет игру? Как еще можно ускорить процесс? Выполняйте домашние задания. Попросите вашего преподавателя задать вам чуточку больше. Не делайте домашние задания одним махом за час до начала урока. Разделите задание на несколько частей и выполняйте его в течение недели. Очень важна цикличность и регулярность. Следующий совет. Найдите или попросите вашего преподавателя посоветовать вам сайты для изучающих английский язык. Это могут быть сайты с адаптированными новостями, песнями, книгами. Не важно, все будет полезно, если оно подходит по уровню именно вам. Постарайтесь, как легче, лично вам запоминать новые слова и правила. Попробуйте делать карточки, таблички. Попробуйте составлять личные примеры или делать какие-нибудь смешные ассоциации. Главное определить, что лично вам лучше всего подходит. И еще, пожалуйста, не равняйтесь на своих друзей и родственников. Потому что изучение языка это очень индивидуальный процесс. И невозможно сравнивать результаты двух совершенно разных людей. И то, что работает для вашего друга, может не сработать у вас. Поставьте себе конкретную цель и уверенно к ней идите. На этом все. Желаю удачи в изучении английского языка. Have a nice day. Good luck!